Добрый день! Шалом! Мы на сайте ahas.org и сегодня мы говорим о фразах при расставании. Самое простое слово при прощании это слово шалом. Мир это же слово пожелания мира и благополучия мы используем при встрече. Шалом это и приветствие и слово, которое используется при расставании. Самое распространенное слово при прощании это слово литраут. По смыслу до свидания. Дословно свидеться, увидеться. Если мы хотим выразить идею нежелания увидеться снова, расстаться навсегда, можно сказать шалом в лоли и траут. В случае если общение происходит по телефону, по рации, когда люди не видят друг друга, расставаясь можно сказать лишта мя. Дословно эта фраза приводится как прислушаться к друг другу. По смыслу до следующей беседы, до выхода в эфир. При расставании вечером или ночью можно сказать друг другу лайлатов, доброй ночи. Лайлатов это в том числе пожелание доброй ночи при встрече. При расставании мы можем сказать лейль менуха, пожелание покойной ночи. В молодежной среде при расставании, неважно в какое время суток, может использоваться заимствованное из английского бай. В молодежной среде также можно услышать заимствованное из арабского ялла. Типа давай, поехали, по смыслу уходим. Можно услышать также ялла, бай, такую комбинацию английского и арабского вместе. В нерелигиозных постов при расставании можно пожелать друг другу цом каль, легкого поста. При расставании вместе с одной из упомянутых выше фраз можно пожелать также коль туф, всего хорошего, беацлаха, успеха. Людям, отправляющимся в путь, принято пожелать при расставании, добавив к одной из упомянутых выше фраз расставания, также несиа това, хорошего пути, или дырых цлаха, счастливого пути. Я напоминаю вам, что мы изучаем иврит на сайте ahas.org. Посещайте наш сайт, подписывайтесь на наш видеоканал. Спасибо за внимание.